Всем привет! Ну что я вам хочу сказать, неопределённые слухи и несмелая информация от разрозненных инсайдеров начинает обретать совершенно конкретные подтверждения. Если сперва мы узнали от самой Джины Карана, что устранённые ранее её эпизод в шоу Бэра Грилса всё же покажут на канале National Geographic, что вместе с новым появлением игрушек Кара Дюн на прилавках показала явную перемену настроений, затем появились инсайдерские известия о том, что Дисней якобы настроен вернуть Джину обратно в Мандалорец и даже уже ведёт переговоры с актрисой, а вот теперь первое официальное подтверждение полной победы Карана. Её номинация на Эмми за роль Кары Дюн в Мандалорце, на которую опальную звезду выдвинул на днях Лукасфильм. И это только вершина айсберга, а на самом деле Джина угодила в эпицентр очень серьёзной заварухе. Короче, новости хорошие и интригующие, давайте узнаем все детали и самые интересные изменения прямо сейчас. Итак, что мы имеем? Если помните, в феврале этого года Дисней выпустил заявление, в котором говорилось, что Джина Карана более не участвует в Мандалорце, как и в любом другом проекте от Дома мыши и Лукасфильм. Более того, по внутренней информации стало известно, что именно непосредственное руководство Лукасфильма вместе с президентом студии Кэтлин Кеннеди в первую очередь давило на том, чтобы избавиться от актрисы. На данной почве даже ещё сильнее разыгрался скандал между Кеннеди и Джоном Фавро, который топил до последнего за исполнительницу роли Кары Дюн, но в итоге всё-таки проиграл. Так вот, на фоне всего вышесказанного сейчас ещё более невероятным выглядит то, что произошло. А произошло следующее. Как сообщил ресурс ScreenRant, по мере приближения номинации на премию Эмми, Дисней и его различные подразделения проводят кампании на ваше рассмотрение для своих шоу. Мандалорец не стал исключением и тоже получил собственный тематический плакат со списком всех актёров, имеющих право на номинации, на котором все зрители с удивлением заметили также и имя Джины Карана рядом с Джан Карло Эспозитто и другими её коллегами. То есть да, всё верно, Лукасфильм официально внёс Джину в список претендентов на Эмми от их имени, которым будет доверено защищать честь, так скажем, самого рейтингового пока что проекта Disney+. Если вам всё ещё кажется типа, ну подумаешь, ну что тут такого, то вы не до конца понимаете ситуацию, потому что сами посудите, ещё месяц назад Дисней был готов стереть Карана в порошок, причём всё было настолько серьёзно, что даже безобидные эпизоды с шоу, вообще ничего общего не имеющего с миром кино, вычеркнули из расписания канала National Geographic, только потому, что в нём участвовала опальная актриса, а сам канал принадлежит Диснею. Между сторонами разыгралась настоящая война, и по сообщениям источников, близких к мышиному дому, боссы компании решили навсегда распрощаться с актрисой, даже потенциально не рассматривая вероятности её камбэка, и тут вдруг Лукасфильм сам вносит имя Джины в перечень своих кандидатов на ЭМИ. Выиграет Карана или нет, ещё неизвестно, но всё же известно, что Лукасфильм таким образом явно демонстрирует свою поддержку, а значит все предыдущие сообщения не были пустым звуком и имеет под собой веские основания. Кстати, на данный счёт я имею в виду резкую перемену настроения Диснея и Лукасфильм по отношению к Джине, у нас есть ещё очень интересная информация, которая может многое изменить, об этом чуть позже, а пока отмечу, что помимо всего прочего, две петиции за возвращение актрисы обратно в Мандалорец в суммарном зачёте недавно перешагнули отметку в 100 тысяч голосов и продолжают набирать обороты. Для нас сейчас, конечно, более интересно первая из них, за которую подписалось свыше 85 тысяч человек, и которая, может, конечно, и не повлияла на Дисней прям напрямую, но тоже дала чётко понять настроение аудитории, давайте послушаем, о чём там идёт речь. Джина Карана, актриса, которая играет Кару Дюн в шоу Мандалорец, была уволена Диснеем, почему? Из-за культуры отмены и твиттера. Её недавний, теперь удалённый твит выражал её тревогу по поводу того, как сегодня либералы обращаются с консерваторами, и для этого она сравнила его с тем, как нацисты обращались с евреями во время Второй мировой. Я не собираюсь говорить, что она была права или не права в своих взглядах, но увольнение знаменитостей из-за их политических взглядов происходило слишком часто, и снова Голливуд победил ещё одного консерватора. То, что она сказала, могло быть немного экстремальным, и я даже могу понять, почему некоторые люди могли оскорбиться, но её твит не был создан для подстрекательства или выражения дискриминации по отношению к какой-либо конкретной группе, и вот снова любимую актрису уволили за то, что она высказывала своё мнение. Эта петиция адресована руководству Дисней. Пожалуйста, почему вы не можете просто оставить политику вне индустрии и продолжать? Мандалорец фантастическое шоу и Джина Карана, изображающая Кару Дюн, доставляет удовольствие аудитории. Без неё Мандалорец не был бы таким же. Поклонники Мандалорца, пожалуйста, выскажитесь. Диснею необходимо остановить тенденцию увольнения актёров за неоднозначные твиты и просто продолжать радовать фанатов отличным шоу. Восстановите Джину Карана, уволить её несправедливо. Вот такая петиция вполне здравая, и, как видите, люди поддерживают подобные взгляды, и, возможно, даже до самого Мышиного дома стало доходить, что они что-то делают не так. По крайней мере, появление актрисы среди команды номинантов на Эмми – это не то, что намёк, это явный и стопроцентный сигнал, что боссы Мышиного дома и Лукасфильма хотят всё отмотать назад и, так сказать, вернуть как было, а также сделать вид, мол, ничего не произошло. И хоть скептики говорят сейчас, что просто-напросто оставить Джину в стороне было невозможно, ведь такое расценили бы как оскорбление, кроме того, Лукасфильм, по сути, перечислил всех, кто сыграл значимую роль во втором сезоне Мандалорца, я всё же считаю, что ещё месяц назад Мышиному дому было бы плевать с высокой колокольни на любые оскорбления, что, собственно, они сами и доказывали всеми своими действиями. Так что здесь всё куда более интересно, и тут мы переходим к самой интригующей части сегодняшнего видео. Дело в том, что несколько последних дней на одной из веток Реддита крутилось обсуждение, к сожалению, уже недоступное, в котором обсуждалась информация о том, что Джина Карана сейчас стала просто-напросто очень серьёзным козырем в борьбе фракции внутри Лукасфильм. О подобном противостоянии мы уже говорили не раз, что в компании, по сути, есть три группы влияния. Первая – это старички, которые остались ещё от самого Джорджа Лукаса. Вторая – это Кэтлин Кеннеди, нынешний и, как я понимаю, будущий президент Лукасфильм, по крайней мере, Сео Диснея Боб Чапок сказал, что Кеннеди будет занимать свой пост так долго, как сможет, и что они в восторге от её работы. Ну и третья группа – это сторонники Фелони и Джона Фавро, которые опираются на глобальный успех Мандалорца и на влияние студии Марвел. Так вот, мы ещё ранее говорили о том, что Джон Фавро спит и видит, как бы оттяпать себе кусок Лукасфильма, или даже не совсем так, оттяпать себе кусок поляны студии, то есть создавать свои проекты вселенной Звёздных войн без участия Лукасов и их боссов. И вот теперь появились сообщения, что как раз-таки внезапное резкое изменение отношения Диснея к Джине Карана – это большой успех Джона Фавро и очередной шаг к его победе. Якобы Фавро сумел-таки убедить больших боссов компании Диснея, что увольнение Карана было огромной ошибкой, и даже более того, возложил большую часть ответственности за это непосредственно на Кэтлин Кеннеди, которая на самом деле очень негативно встретила Джину практически сразу же, после начала работы актрисы в Мандалорце, и во многом приложила свои личные усилия для того, чтобы доказать Диснею, как плохо Карана влияет на сам сериал и на имидж компании в целом, с тем, дабы поскорее её уволить. Уж не знаю, какая там чёрная кошка пробежала между этими двумя, но факт остаётся фактом. И вот теперь после колоссальных проблем, которые огрёб дом мыши после устранения исполнительницы роли Кары Дюн, и по сути, после того, что пошёл на поводу у Кэтлин Кеннеди, Джон Фавро вроде как не только решил использовать данную ситуацию для того, чтобы поскорее попытаться вернуть Карана назад, но также, чтобы показать, сколь неправильной и даже вредной была политика президента Лукасфильм. Так что сейчас Кэтлин Кеннеди может ждать офигенная обратка и карма в действии. Почему? Да потому что, если ситуация развернётся по плану Джона Фавро, то Джина как раз-таки, скорее всего, вернётся обратно в Мандалорец, а вот президент Лукасфильм может поменяться с ней местами, то есть, по сути, уйти прочь. И да, конечно, в подобном раскладе есть много «если», если сама инфа правдива, хотя, судя по последним инсайдам, касательно Джины пока что все они подтвердились, потом, если сама актриса захочет вернуться обратно, что ещё не факт, ну и, конечно, если боссы Диснея прям в самом деле решат наконец-то избавиться от Кеннеди, принёсшей им столько проблем в последнее время, если все эти «если» сбудутся, то это, конечно, будет просто суперпоказательный прецедент и наука для многих других отменителей и псевдоборцов за правду. Да, ну и, кстати, в данной истории может быть и ещё один момент, скажем прямо немаловажный, а так, по-хорошему, возможно, и самый важный, это изменение, собственно, руководства Лукасфильм. Уверен, львиная доля или даже всё влияние в случае, если Кэтлин Кеннеди уйдёт, сумеет перебрать на себя Джон Фавро, ну или кто-то из его людей, а будущая стратегия вселенной Star Wars, вероятно, всего претерпит колоссальных изменений и, возможно, станет где-то концептуально похожей на то, что происходит в Marvel. Не знаю, правда, хорошо это или плохо, но судя по тому, что пока у «Звёздных войн», как видно, нет вообще никакой стратегии, то я думаю, что хуже не будет. Ну и уже последняя, правда, тоже на уровне слухов, что за Джину теперь топит ещё и босс Marvel Кевин Файги. Ведь, в конце концов, героиня Карана должна была вернуться в новый Дэдпул, который теперь тоже перешёл под крыло MCU, и там на неё даже были довольно серьёзные ставки, пока всё не пошло в разнос. Так что Файги не заинтересован в том конфликте, который сейчас происходит между Диснеем и актрисой, а также, вероятнее всего, ещё и просто-напросто поддерживает своего приятеля и коллегу по Marvel Джона Фавро в его подковёрных играх. Так что, как видите, Джина Карана угодила в эпицентр очень крупной игры, и от того, как в конечном итоге разрешится конфликт с ней, теперь зависит очень-очень многое. Что ж, тем интереснее будет наблюдать за развитием событий. Если не хотите ничего пропустить, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, так будете оставаться в курсе. А прямо сейчас пишите, что думаете в комментариях, и не забывайте поддерживать нас лайком. Спасибо всем, кто был с нами, и всем пока!